Вы давно искали крутой сетевой экшен? Вы нашли его, это носгод. Здесь вампиры разрывают людей на части, чтобы посмотреть на их кровь, кишки и на все остальное. Люди не сидят на месте, берут гигантские пушки и ругают за это вампиров. Ты можешь быть как вампиром, так и человеком. Бои действительно безумно красочные. Играть можно совершенно бесплатно, регистрация займет несколько секунд. Проходи по ссылке и наконец-то вступай в бой. Доброго времени суток, уважаемые друзья. Меня зовут Перпетум или же Александр. И вы меня, скорее всего, уже забыли. Хотя, я надеюсь, остались люди, которые еще во мне помнят. Меня не было довольно долго, на то были свои причины. И я, конечно же, поступил плохо, я падла, да, я согласен. Ну, давайте не будем о грустном, а давайте сразу посмотрим на новую игру под названием Idol Riders. И суть игры заключается в том, что мне нужно будет воспитывать своих собственных маленьких героев, которые будут ходить, фармить, убивать монстров, очищать подземелья, прокачиваться. И, как мне кажется, это будет довольно-таки круто. А прислал мне эту игру Максим Салко. Большое ему за это спасибо. В общем-то, пока у меня есть только один рыцарь. И, если честно, он совсем не выглядит устрашающе. Ну, совсем-совсем-совсем. Не знаю, будут его бояться монстры или нет. Или он должен бояться монстров. Хотя, если он рыцарь, то, по идее, монстры должны его бояться. В общем, не суть, не суть, не суть. Нужно отправить его пофармить. Что ж, парень, отправляйся в добрый путь. Надеюсь, у тебя будет всё хорошо. И пока у меня открыта только одна локация. Здесь бегают какие-то слизняки. И наш герой сейчас будет по этой локации бегать, убивать слизняков. За это я буду получать деньги, опыт и смогу нанять новых героев. И хочу вам сказать, что слизняки довольно-таки жёсткие. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Всё-всё-всё. Хватит, хватит. Беги домой. Беги домой, друг. Блин, мне даже стало немного грустно. Потому что его чуть не убили. Блин, чувак, ты ведь герой. Ты должен сражаться. Ну, ладно, ладно, ладно. В любом случае, я заработал одну золотую монету и две единицы опыта. Возможно, если я убью ещё пару монстров, я смогу прокачать ему уровень. Потому что уровень здесь не прокачивается автоматически. Хотя герои, собственно, сами всё делают. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, он восстановил свои силы, восстановил здоровье. Можно снова отправлять его в лес на битву со слизняками. Интересно, за синего слизняка дадут больше опыта? Воу-воу-воу-воу-воу, придурок! Нет, он тупанул. Он сначала подошёл к синему слизняку, посмотрел на него, думает, «Не, синего я убивать не хочу». Пошёл драться с зелёным, и в итоге его бы убили сразу два слизняка. Биться с двумя слизняками – это дело, ну, неблагодарное. Он бы их в любом случае не убил, и сейчас, по всей видимости, ему придётся сражаться именно с двумя одновременно. Это печально. Хотя зелёный слизняк довольно-таки слабый, и, возможно, он успеет зарубить зелёного слизняка, прежде чем умрёт. Давай, 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 ещё один удар. Отлично, и возвращаемся домой. Кстати, опыта и денег дали точно так же, как и за предыдущего, поэтому смысла сражаться с более сильными слизняками я не вижу. Так что, ну, пускай, пускай. Давайте, ребята, я нажму паузу, немножко подкоплю опыта, немножко подкоплю денег, и мы с вами продолжим, чтобы не смотреть просто на одно и то же. В общем, ребята, я убил ещё несколько слизняков, заработал несколько единиц опыта, прокачал уровень своему первому рыцарю, и у меня появилось пять золотых монет, и теперь я могу нанять нового рыцаря. Теперь у меня будет два рыцаря, и они вместе будут бегать и уничтожать монстров. По-моему, это очень круто. В итоге они подружатся, и будут добрыми друзьями, и вместе будут убивать драгонов, которые здесь, ну, наверняка тоже есть, потому что здесь будут подземелья, насколько я знаю. Хотя, может быть, меня обманули, и никаких подземельев и не будет. Так, подземелий, точнее. И ещё здесь есть такая фишка, что каждый герой может, может, может использовать разные скиллы, и одевать, видимо, разную броню, потому что я нажал на броню. Но, к сожалению, у меня ничего пока нету, я не знаю, где это брать, в инвентаре у меня тоже ничего нету. В общем, это скорее не герои, а какие-то бомжи в доспехах. Но ничего, со временем всё это начнёт появляться, и будет круто. Ладно, давайте отправим их в лес, и если они будут сражаться вдвоём, то они не будут погибать так часто, как погибал один рыцарь. И это было печально. Мне никогда не хочется смотреть за тем, как умирают мои герои, мои собственные воспитанники. Это, по-моему, подло и мерзко с моей стороны просто наблюдать. А самое печальное, что я ничего не могу сделать. Я никак не могу на это повлиять, на их смерть. То есть, если они умирают, то я могу лишь попросить их вернуться домой, но настоящий герой никогда не убегает назад. Герой идёт вперёд, хотя и погибает, и это печально. Но всё равно нужно держать себя в руках и знать, когда нужно вовремя отступить. Так, я прокачал ещё и второму герою один уровень, и сейчас, мне кажется, они оба погибнут, потому что слезняков, ну, очень уж много, я не знаю. Ну, давайте одного хотя бы, одного зарубим. Давай, давай! Есть! Есть! Да, да, да! Всё! Оба героя погибли, но зато, зато я заработал несколько единиц опыта и ещё заработал золото. Но, к сожалению, пока новый герой не открылся. Ладно, давайте прокачаем уровень первому герою. И увеличивается лишь здоровье, хотя было бы неплохо увеличить урон. Урон — это всегда хорошо. Так, ладно, посмотрим, чем они тут занимаются. Их база выглядит как-то уныло. Им даже поспать негде. Если бы можно было как-то ещё базу обустраивать, было бы прикольно, но... Нет, 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 они просто, видимо, как спартанцы спят на полу, на каменном полу, а вместо подушек камни... Не, ну, это воспитание тоже хорошее, да? Не поспоришь. Ладно, отправляемся снова фармить, 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 фармить. Мне как минимум нужен ещё один, ну, или лучше даже два героя, чтобы я мог продвигаться на следующую карту, где живут тоже слезняки, но больших размеров. Такс, нет, 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 ребята, давайте здесь. Пока мы сражаемся здесь. И почему здесь один герой, я не понимаю. Эм, а где второй, друг? Давай, 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 беги, беги, помогай, потому что, ну, это не дело. Оба-на, появился какой-то новый персонаж. И, по всей видимости, это какой-то лекарь. Потому что выглядит он именно как лекарь. Неплохо, неплохо, неплохо. Возможно, он будет лечить моих ребят, и они вообще не будут погибать. Но для того, чтобы его получить, нужно 10 золотых монет. Это, конечно, безумное богатство, я понимаю. Но всё равно, вау, ещё и лучник. Блин, становится интереснее, становится жарко. Мне, я вспотел уже. Жёстко, жёстко, жёстко. Жаль, что один герой погиб. Сейчас погибнет и второй. Да, оба погибли. Можно наблюдать за тем, как они восстанавливают своё здоровье. Мне нужно убить ещё двух слезняков. Ребят, давайте. Просто, ну, соберитесь, возьмите себя в руки. Вы должны это сделать. Мы должны нанять себе лекаря. К тому же, ребята, это в ваших же интересах. Вам ведь это надо больше, чем мне. Потому что... Хотя я тоже не хочу наблюдать за тем, как они гибнут. Поэтому мне тоже это надо. Ну, ладно, не суть, не суть, не суть. Ребят, давайте. Вы же мощные, но... Не огорчайте меня, не огорчайте своего тренера. Хотя, какой же я тренер? Я же их не тренирую. Я просто говорю им какую-то хрень. А было бы прикольно, если это были бы настоящие герои, где-то в параллельном мире. И они просто слышали бы мой голос. Они бы подумали, что за черт? Что он несет? Что за бред? Я не знаю. Наверное, так бы и было. Так, ладно. Отправляем их фармить. Фармить, фармить, фармить. Еще нужно убить двух слезняков. К тому же, вон, сверху есть два слезняка. Один из них покоцаны. Но мои герои, они же герои. Они каждый сам за себя. Они не вместе сражаются. Блин. Блин, блин, блин. Сагрил всех слезняков. Это плохо. Хотя, два на два, я думаю, мы сможем надрать им задницы. И как раз я заработаю денег на лекаря. Да, мы их убьем. И все будет хорошо. У меня есть лекарь. И давайте сразу прокачаем вот этому чуваку уровень. И да, урон опять не увеличился. Печально. А лекарь хоть драться умеет? Да, действительно, лекарь умеет драться. А хилить он умеет? Ну, похиль давай моего героя. Оба-на! А вот это уже жестко. Он действительно хорошо выхиливает. Мне это нравится. Можно, в принципе, передвигаться, наверное, на следующий участок. Хотя, я не знаю. Давайте, ребят, я вновь нажму паузу. И подожду, пока у меня появится лучник. И, в общем, ребята, дела у меня идут действительно хорошо. Я смог заработать целую тонну опыта. Кучу золота. И я даже теперь не знаю, что бы выбрать. Здесь есть лучник. Здесь есть еще один рыцарь. Здесь есть еще один лекарь. И еще один лучник. Выбор действительно сложный. В принципе, рыцарь и лекарь у меня уже есть. Давайте посмотрим, что из себя представляет лучник. Может быть, он будет крутым. И, я даже не знаю, можно разделить опыт, который у меня имеется, на всех ребят. Или все дать одному, чтобы он стал мощнее. Хотя урон у него не увеличивается. Ладно, давайте попробуем. Да, 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 урон увеличился. Ну, наконец-таки. Один раз. Ну, трешка это уже неплохо. Уже что-то. И теперь они будут фармить в сто, в тысячу раз быстрее. И это круто. Это очень, очень, очень круто. Сейчас слизнякам не поздоровится. Их будут просто разрезать. Их будут разрывать на куски. Плюс у меня есть хиллеры. Мои ребята не умрут просто никогда. Это хорошо. Не знаю, может быть, все-таки стоит перебраться на следующую карту. Может быть, там будут больше давать денег. А за убийство монстров. Я не знаю. Ладно, поехали. Отправляемся на следующую карту. Надеюсь, за этих слизняков буду давать больше золота. Ну, или хотя бы больше опыта. Если буду давать точно так же. Но смысла тогда, в принципе, нет. В убийстве более крутых. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, что они творят. Не-не-не-не-не. Я так подумал. Я так подраскинул мозгами. И понял, что... Хотя... Смотрите-ка. Мой самый мощный рыцарь рубит их. Но... Блин, я не знаю. Больше денег я смогу заработать на первой карте. Просто благодаря тому, что... Я убиваю там быстрее, ребят. Так, спускай все сидят на базе. Лучше я убью 100 обычных слезняков. Чем мы там, не знаю, 2-3 мощных. Ну, это невыгодно пока туда ссуваться. Невыгодно. Нужно нанять больше воинов. Или хотя бы прокачать еще своих старых. Это да. Мне кажется, это будет разумно. Дор этот, ну, крутой. Кстати, можно менять имена. Но делать этого я не хочу. Пускай их зовут именно так, как зовут. Потому что это все-таки фэнтези, сказка. Ну, имена пускай будут такие. А у меня два Дора. Нормально, да. Да, да, да. Есть лекарь и рыцарь с одинаковыми именами. Кстати, что это за король появился? Стоит это 20 тысяч. Да, ребята. Очень, очень, очень скоро я смогу это приобрести. Чтобы это не было. В общем-то, нет, нет, нет. 20 тысяч золотых монет у меня не будет, наверное, никогда. Да, ну, по крайней мере, сегодня или завтра. Очень долго нужно фармить. Ладно, снова отправляемся в лес. И снова немного порубим, собственно, слизняков. Кто же там еще может быть? Конечно же, слизняки. Нет, не в мертвый лес. Не в мертвый лес. Нет, 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 нет. В обычный, в обычный простой лес. Потому что, ну, здесь проще как-то. Здесь меня не так жестко унижают и не так жестко убивают, как в лесу с большими слизняками. В мертвом лесу. Нет, нет, нет. Пускай я буду здесь. Здесь все по-доброму как-то. Зеленая травка, зеленые деревья, зеленые слизняки. Все хорошо, все мило, аккуратненько. Мы просто будем фармиться здесь. Я получаю свои деньги, я получаю свой опыт. И как бы больше мне пока ничего и не надо. Главное терпение. Тише едешь, дальше будешь, как говорится. Главное терпение. Если у вас, ребята, что-то не получается, делайте, делайте, делайте. Рано или поздно получится. В этом-то и секрет, и заключается, собственно. Главное хотеть и делать. Так, я не знаю. Ну, давайте наймем еще одного лучника, да? Да, 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 чтобы у меня было два лучника. Но почему-то лучники подходят в упор практически всегда, чтобы сражаться. Я немного не понимаю этой логики, но они делают именно так. Ну, окей, 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 окей. И, кстати, один мой лекарь вот-вот погибнет. Почему слезняки пытаются убить моего лекаря? Почему он сам себя не хилит? Он восстанавливает здоровье моим рыцарям. Он восстанавливает здоровье лучникам. Но он не восстанавливает здоровье себе. Я не понимаю тебя, дружище. Ты весь вроде не глупый. Чтобы изучить магию, наверняка нужно быть очень умным человеком. А ты творишь хрень. Вот именно хрень. По-другому назвать и не получится никак. Ну, я не знаю. Это его дело. Это как бы его выбор. Это его путь. В общем-то, такс. Ну, ладно. Давайте, знаете, что сделаем? Видос подходит уже к концу. Давайте отправим всех своих ребят на базу. Так? Они восстанавливают сейчас быстренько себе здоровье. А потом мы отправимся в мертвый лес и попробуем там накуролесить. Попробуем там что-нибудь потворить, что-нибудь сделать. Убить этих слезняков. Ну, в общем, простыми словами, побаловаться попробуем. Хотя и те слова были простыми тоже. Ну, ладно. Ладно. Что ж, вы готовы, рыцари, да? Да? От вас зависит судьба человечества. Сегодня именно тот день, когда решается ваше будущее. Будущее вашей семьи. Будущее ваших детей. Будущее ваших родных. И только вы в силах защитить этот мир от сил зла. Я надеюсь, ребята, у вас все получится. И вы защитите этот мир от сил зла. Да? Да? Да. Поехали. В последний бой вступаем мы. Кстати, это, видимо, король. И король ль падла. Потому что он не идет в бой со своими ребятами. Истинные короли всегда шли в бой вместе. Вместе со своим войском. Что ж, посмотрим. О, воу, воу. Лучник сразу отъехал. Просто сразу. Просто сходу отъехал. Его даже выхиливать не пытается хиллер. Хотя нет, подхилил. Да, и все пытаются атаковать лучника. Видимо, этот лучник серьезный малый. Раз все хотят его убить. Видимо, они чувствуют опасность. Чувствуют тревогу. И знаете, здесь тоже можно впармиться, в принципе. Хиллер справляется со своей задачей хорошо. Хотя, когда нападает сразу уйма. Слизняков. Не знаю, не знаю. Ничего не получится. Мои ребята сейчас все отправятся в мир иной. Скорее всего. Не скорее всего, а так и будет. Потому что лекарь не успевает вылечить. Да, да, да. Нам всем конец. Мы попытались. Будем честны. Мы попытались. И, собственно, на этом, я думаю, можно остановиться. Ребята. Вот такая вот игра. На самом деле, она очень интересная. Только, ну, все происходит достаточно медленно. Но задумка безумно крутая. И, блин, мне понравилось. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья. За просмотр. До новых встреч. Всем удачи. И всем пока. Конечно же, пока. Субтитры сделал DimaTorzok